Итак у нас Skoda Octavia Tour. Нужно поменять жидкость в гидроусилителе руля. Машина 2007 года. У меня она два года. Неизвестно в каком состоянии. Менял, кто-то не менял. Но у меня есть цель поменять здесь, в коробке масла. Будем заливать Febi Dolchstein. Значит специальное масло. Что необходимо сделать? Необходимо открутить вот здесь есть винтик на шестигранник бачок. Нужно выбрать из него всю жидкость. Когда выберем можно будет отсоединить трубки, чтобы не текли и помыть. Вымыть хорошо бачок от тех отложений, которые там остались. Пока моем только бачок. Отсоединяем вот этот патрубок. Очень просто плоскоупцами сжал и вытаскиваем. Потом, когда выберем всю жидкость. И вот тот, значит, это подающий патрубок. Это назад возвращающий патрубок. Циркулирующий по кругу. Ну а теперь откручиваем и шприцом с трубочкой. Обыкновенным шприцом с тонкой трубочкой вычерпываем то количество масла, которое здесь есть отдельно в емкость какую-то. Ну и вот таким незамысловатым способом. Я правда взял пятикубовый в машине лежал. Желательно покрупнее. И выбираем все масло. Ну а теперь смотрите, что я сделал. Отсоединил эту трубку, перевернул и снова еще немножко подвостовал. Совсем немножко. Теперь я уже могу отсоединить трубку эту, основную, и помыть. Стоит ли? Ну, смотрите. Во-первых, оно темное. Во-вторых, оно красное, а не зеленое. И здесь оно по цвету абсолютно прозрачное. Прозрачное, с легким, зеленоватым оттенком. То есть оно прозрачное. Здесь, может быть, масло и когда-то это или не минералка, а чисто минералка. Обыкновенная. Камазовская, по цвету. Значит, или уже темное от... Если оно было более светло, то уже потемнело. Значит, менять нужно. Поэтому есть смысл. Сейчас будем мыть, менять. Меня это расстроило. И, мол, здесь все в порядке. А здесь... Ну, не все в порядке, короче. Ну, что же. Я вымыл хорошо внутри. Сначала солярочкой, потом растворителем. Сольвентом. Темная грязь какая-то была. Значит, теперь снова подсоединил назад к подающему шлангу. Налью сюда сейчас и буду крутить колеса туда-сюда. Значит, в обратку вставил шланг и вывел в бутылку. Теперь то, что будет подаваться и качаться туда-сюда будем или рулем крутить, или просто вот отсюда за колеса туда-сюда. Это будет прокачивать масло порциями до тех пор, пока из этой трубочки не польется зеленое. Сначала будет литься коричневое, а потом начнет литься прозрачное зеленое. Ну, и так лить, 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 пока все не вылится. Ну, и вот так получается. Машина стоит на домкрате с одной стороны, еще и на подставках на всякий случай. И потихонечку вот так выливается. И каждое. Это можно делать и самому. Покачал 5-6 раз туда-сюда, пошел долил масло, чтобы не хватало воздуха. И вот потихонечку так происходит. Так, доливаем масло. Стой, подожди. Ну вот, налилось литр и уже течет зеленоватая. То есть, мы уже на правильном пути. Сейчас, в принципе, уже буду заканчивать. Ушел 1 литр. Хорош! Ну, собственно, это все. Подсоединил патрубки. У меня ушел ровно литр. Обидно, что я купил два. А ушел литр. Я думал, частично он будет сначала грязный идти. А он уже сразу пошел. Чистый, прозрачный. И я остановил. Интересно, что бутылка резьбой совпадает. Можно закрутить. И пусть себе частично там сливается. Этого будет достаточно. У меня ушел ровно литр. И по уровню уже нормально. По уровню щупа здесь уже нормально. Ну, все. Теперь осталось поменять масло в коробке. Тоже следите. Буду выставлять видео. Увидимся на канале. Всего доброго. Ну, а для того, чтобы определиться, нужно или не нужно менять. Вот. Показываю вам цвет бутылки с маслом. И показываю сейчас неоткуда взять. Беру со щупа и ложу себе на кожу. Вот масло. Капнул со щупа. Вот масло. Не знаю, как показать. Значит, здесь. Показываю, что здесь немножко светлее пошло. Потому что оно уже разбавлялось со светлым. Но тут совсем темно-коричневое. Поэтому. А должно быть. Ну, вот у меня совсем прозрачное. Вообще. С небольшим салатовым оттенком. Есть масло манять.